Полицейские задержали теневых банкиров, которые без регистрации специального разрешения осуществляли переводы и инкассацию денег. Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов под контрольных злоумышленникам организаций и индивидуальных предпринимателей. В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и четко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей. Задержаны 8 человек. Задержаны подозреваемые в похищении человека в Санкт-Петербурге. Преступление было совершено днем 12 января этого года на Дунайском проспекте. Группа людей, которые придерживаются нацистской идеологии, напала на мужчину. Его избили, насильно посадили в автомобиль, привезли в поселок Металлострой и заперли в одной из квартир. Там злоумышленники продолжили избивать мужчину, угрожали ему убийством и требовали 700 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Пострадавший пообещал заплатить, но попросил время. Злоумышленники поверили и отпустили его. Мужчина сразу обратился к полицейским. Оперативники установили местонахождение троих подозреваемых и задержали. У одного из фигурантов изъят пистолет. Злоумышленники пытались перевезти в Читу более 100 килограммов конопли. Оперативник подразделения по контролю за оборотом наркотиков обратил внимание на иномарку с крупногабаритным грузом, прикрытым покрывалом. Сотруднику это показалось подозрительным, и он принял решение проследовать за машиной. Когда автомобиль остановили, в салоне полицейские обнаружили два полиэтиленовых мешка, наполненных коноплей. Общий вес составил 105 килограммов. Согласно экспертизе, из этого объема сырья злоумышленники могли получить 25 килограммов марихуаны. По словам пассажира, он заготовил коноплю для личного употребления и вез домой. А водитель якобы не знал о содержимом груза. Задержаны трое курьеров, которые помогали телефонным мошенникам. Схемы обмана были построены на сообщениях о родственниках, которые якобы стали участниками аварии и нуждаются в срочной финансовой помощи. В кратчайшие сроки наши сотрудники установили местонахождение курьеров, которые выполняли роль посредников в криминальных цепочках и задержали их. Все они оказались студентами колледжей и понимали, что совершают преступления. Однако это их не остановило. Доход составлял от 3,5 до 10% от похищенных сумм. Предложение о незаконном заработке они получали в приложении, предназначенном для знакомств. Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двух полицейских, которые спасли тонущего человека. Происшествие произошло на лодочной станции реки Нижняя Тунгуска. Майор полиции Руслан Рок и лейтенант полиции Владислав Миронов во время патрулирования увидели местного жителя, который пытался подтянуть за буксировочный трос одну из барж к берегу. Судно начало двигаться к середине реки и потянуло пожилого мужчину за собой. Совместными усилиями полицейские вытащили его на сушу.